ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД В гостях у нас сегодня председатель комиссии по экологии общественного совета Росатома Александр Никитин. Александр Константинович, добрый день. Добрый. И начальник управления экологического инжиниринга федерального экологического оператора Кирилл Шелученко. Кирилл Владиславович, здравствуйте и вам. Здравствуйте. Начнем, наверное, с заседания комиссии, чему было посвящено, какие ключевые вопросы обсуждались. Александр Константинович, наверное, вы начинаете. Да, спасибо. В заседании комиссии по экологии общественного совета Росатом было проведено как по итогам проведения общественных обсуждений по правительной документации объектов в составе федерального проекта инфраструктура по обращению с исходами первого и второго класса опасности. Общественные обсуждения в этот раз, в этом году проведены в новом формате, в формате опроса, а не в формате общественных слушаний, как обычно, когда собираются в зале и приглашаются все, и много вопросов, и шума. В этот раз в связи с пандемией провели в форме опроса, и мы обсуждали вот те вопросы, которые появились, которые пришли к федеральному оператору от населения, от общественников, от ученых, и также слушали экспертов и ученых, которые вовлечены в этот проект. Вот по поводу этого нового формата. Давайте вот с двух сторон. Какие были плюсы? То есть и со стороны непосредственно экологического оператора, и со стороны общественников. То есть в чем были плюсы и, возможно, были минусы такого вот формата? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, собственно говоря, это формат, который соответствует закону об общественном обсуждении. То есть это одна из форм общественных обсуждений. И мы впервые провели, вот за всю историю, пока я руковожу комиссией, мы впервые провели обсуждение вот в таком формате. И я выражаю свое мнение, конечно, но мне показалось, что такой формат позволил собрать больше конструктивных предложений, чем традиционный формат, когда общественное слушание, много эмоций, много людей, много вопросов, но очень мало конструктивных таких вещей, которые можно потом использовать для того, чтобы поправить или что-то нести, какие-то изменения в проект. Кирилл Владиславович, для оператора удобен ли был такой формат? Вы знаете, я не могу сказать, что этот формат неудобен для организации, которая является заказчиком проекта и, соответственно, проводит общественное обсуждение методом опроса через сеть интернет. Я соглашусь с Александром Константиновичем, мы получили 335 опросных листов. И это, знаете, это не выкрики с места, это не эмоциональное мнение «да, нет, нет, да». Это каждый из этих 335 опросных листов – это документ, где человек, во-первых, подтверждает, что он ознакомился с проектной документацией, а во-вторых, он вносит туда письменно предложения и замечания и ставит свою подпись. То есть это не выступление под протокол или даже без записи. Это тот документ, который мы рассматриваем, который мы оцениваем, который мы принимаем, либо мотивированно отказываем в приеме, и который попадает в финальную таблицу вопросов и ответов, которые, соответственно, и поступают на экспертизу, как экологическую, так и будет приложена и в госэкспертизе. Поэтому с точки зрения документального фиксирования процесса опроса – это очень хороший опыт. Но, Дарья, я не хотел бы отказываться в данном случае и от живого общения. Просто живое общение нужно, наверное, на первоначальных этапах. А когда уже появляется объект экспертизы, вот тогда этот механизм применим, имеет право на жизнь и очень удобен именно для того, чтобы люди в спокойной обстановке ознакомились, читались, указали на какие-то ошибки, внесли какие-то предложения, замечания. Вот это очень полезный опыт для нас. Ты уточню, правильно ли я понимаю, что все вот эти вот 300 с лишним опросных листов, на них так или иначе будет дана какая-то реакция? Обязательно, обязательно. Так вот, уточню просто. Если я, например, вносила какие-то свои предложения, я все равно получу какой-то бэк, неважно, будет учтено это предложение или оно некорректно было. То есть мне все равно ответят и объяснят, почему так или иначе. Да, обязательно будет обратная связь. Причем не только по 335 опросным листам, которые мы получили. В момент проведения процедуры опроса к нам до сих пор продолжает поступать предложение на почту федерального экологического оператора. При проведении заседания комиссии по экологии общественного совета также эксперты высказывали свои предложения, мнения, суждения. И здесь как раз и была та дискуссия, но очень цивилизованная и очень профессиональная дискуссия, по результатам которого мы, соответственно, сделали протокол заседания и будем отрабатывать эти предложения и вопросы. Можно ли их как-то разбить по блокам, чего в основном касались вот эти замечания и вопросы? Да, конечно. Значит, первый блок — это социальные вопросы. То есть что принесет создание экотехнопарка непосредственно региону? Людям, которые живут рядом, людям, которые живут в области, областному центру, научным центрам. Второй блок — это экология. То есть предметом общественных обсуждений была как проектная документация, так и материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду. И здесь, разумеется, экологи, специалисты, не специалисты, но интересующиеся люди, внимательно прочитав документ, вносили свои предложения и правки, где-то усилить мониторинг, где-то объяснить, почему мы меряем радиацию в двух местах дважды. Зачем такой двойной контроль? И третье — это вопросы технологического, наверное, характера. То есть люди, знакомые с химическими производствами, живо интересовались именно тем, что они знают. Один вопрос был — вот у вас 8 линий переработки физико-химических реагентов, отходов от гальвана, шламов, от металлургической промышленности, от химической промышленности. Но ведь эти же установки как бы известны давно. Почему вы не сделали одну линию на все отходы? Ну вот у нас эксперты из Менделеевского университета очень доходчиво отвечают на такие вопросы. И мы отмечаем, что это уникальный цех, где мы, собственно говоря, собрали известные ранее установки, только улучшенные технологически. И теперь у нас есть одно место, где мы можем перерабатывать до 100 видов неорганических отходов солей, оксидов, гидроксидов, кислот. — Александр Константинович, на ваш взгляд, как председателя комиссии по экологии общественного Минсовета, общественники в каком из регионов проявили, не знаю, большую активность? Я слушателям просто напомню, что кроме Кировской области объекты будут также в Саратовской, Курганской областях и в Республике Удмуртии наших соседей. То есть где-то можно выделить какой-то регион, который наиболее активен был? — Да, вы знаете, мне показалось, что самая большая активность была в Саратовце, потому что, знаете, это зависит от того, в каком регионе больше, назовем их, активных, которые активничают, с одной стороны. С другой стороны, вот посмотрите, я имею в виду активность такая больше эмоциональная, потому что нам пришло еще 17 вопросов, которые... Группа, по-моему, там 25 человек, которая подписала 17 вопросов, которые не согласны с тем, что документы, выложенные документы соответствуют всем требованиям, которые есть, да? Но когда ознакомишься с этими 17 вопросами, то там очень много эмоций. Это то, что люди обычно говорят и кричат, когда встречаешься в зале. Так вот, вот эти активисты, это идут от Саратова, я просто их знаю лично, там многих-многих, да? Саратов, Курган, вот они. И они, как бы, каждый из них решает, как бы, свои задачи. Вот есть активисты экологические, которые выступают по каждому поводу, всегда, по любому проекту. Я слишком много уже работаю вот в комиссии, и я со всеми знаком. А есть активисты, которые решают какие-то свои политические задачи. Например, там очень много подписантов из политических партий, там КПРФ. Вот там в Кургане выборы сейчас. Выборы сейчас, вот они, значит, и подписываются там на всякие такие вещи. А если по делу, а если по делу, то, в принципе, больше всего мне показалось, да, из Саратова, Кировской области тоже, да, Тамара Яковлевна, она старый эколог и очень хорошо понимает ситуацию в этой области. Вот, так что, вот так вот, как-то расклад такой. В Кировской области у нас, в основном, какие вопросы? Есть ли, возможно, как-то выделить какой-то блок, который вот особо интересовал, я не знаю, может быть, вот технические решения переработки отходов первого-второго класса опасности, или больше чем-то другим интересовались? Вы знаете, вот Тамара Яковлева в Кировской области еще провести несколько встреч, в том числе с регуляторами, надзорными органами, технадзором, экологическим надзором и так далее. Провести такие встречи для того, чтобы некоторые вопросы обсудить, потому что вот в этот проект вовлечены не только там федеральный оператор, федеральный экологический оператор, да, который проект, а и вовлечены, конечно, надзорные органы, это очень важно, потому что мы видим по последним авариям, допустим, там в том же Норильске, да, где надзорные органы там отвечали за ситуацию вместе с компанией. Поэтому вот мне показалось, что Тамара Яковлевна права, что нам надо как-нибудь, значит, это сделать обязательно. Ну вот смотрите, получается, общественные обсуждения, вот те, которые прошли в форме опроса, они завершились 20 июля, правильно ли я понимаю? Да, Кирилл, по-моему, да, правильно, да. Но дело в том, что это вот предварительный аввоз, да, мы обсуждали, вот, будет окончательный, то есть обсуждение продолжается еще. И вот Кирилл сказал о том, что поступают вопросы, эти вопросы никуда не денутся, потому что у нас еще, по крайней мере, есть месяц, да, для того, чтобы собрать те вопросы и подвести итог вот к тому, что мы слышали, перед тем, как дальше направлять документы на работу. Кирилл Владиславович, вы с нами еще? Да, 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 конечно, с вами, да, подтверждаю. У нас еще 30 суток будут в доступе документы, являющиеся объектом экологической экспертизы с элементами новой техники, технологии. И мы, разумеется, все это время открыты для вопросов и для диалога, в том числе и с надзорными органами Кировской области, готовы встретиться. Я надеюсь, что сейчас уже снимут все ограничения на передвижение, готовы будем приехать и еще раз доложиться, еще раз обсудить вопросы, которые интересуют, как общественность, вопросы, которые могут. Ведь неспроста Тамара Яковлевна задала этот вопрос, и вот это предложение вынесло на общественную палату. Значит, надзорные органы интересуются, значит, у них есть вопросы, значит, мы готовы на эти вопросы отвечать и работать совместно. Крытость – это визитная карточка Росатома. Ну вот у меня сразу просто возник вопрос, да, и по надзорным органам, то есть непосредственно напрямую на экологического оператора они не выходили, правильно ли я понимаю? То есть вот прям, чтобы от кого-то из них вам поступил какой-то запрос? Да, да, Дарья, готов ответить. Вы знаете, функция надзорных органов надзирать над эксплуатируемым объектом. То есть все-таки проектная документация – это та стадия, которая подлежит экспертизам, но не надзорам. Но поскольку мы движемся к созданию одного из самых современных экологически чистых объектов на территории Кировской области, то, я уверен, интерес у надзорных органов возникает и сейчас. И мы готовы им рассказать, доложить, показать, выслушать и начать диалог еще до момента строительства, начала строительства. Так, вот теперь проектная документация будет доступна еще до 21 августа. Дальше что? В какую сторону мы уже движемся? Какие шаги будут дальше предприниматься? При внесении изменений в документацию по замечаниям, принятым проектным институтам, заказчикам, соисполнительными, подрядными организациями, ответственными за свои участки работ, проектирования. После этого заход в экологическую экспертизу, прохождение экологической экспертизы по двум объектам экспертизы. Это новая техника, технология и непосредственно проектная документация технологической и экологической направленности. После этого у нас ждет главная государственная экспертиза, а все это время мы будем продолжать работать над разработкой рабочей документации, то есть это уже переходной момент к исполнительной документации для начала строительства. В начале следующего года у нас этап получения разрешения на строительство и комплектование, заход на площадку. Понятно. Александр Константинович, экологи, общественники на всех этих этапах остаются у нас, то есть за работой наблюдают. Да, непосредственно и даже дальше. Потом, значит, вот Кирилл Вячеславович дальше им пошел, но потом надо будет получать лицензию на эксплуатацию, будут материалы обоснования лицензий. То же самое, та же процедура, материалы обоснования лицензий, ОВОЗ и так далее, это все будет тоже выложено, это все будет обсуждаться и пройдет тот же путь. Поэтому и, кстати, распреднадзор, когда будут получать лицензию, материалы обоснования, то есть лицензию, когда тут уже и надзорные органы будут участвовать при выдаче лицензий. Так что тут все очень сильно взаимосвязано, а экологи, общественность, они, собственно говоря, они уже в теме, и они будут теперь в теме до конца, даже когда предприятия перестанут работать и будут выводиться из эксплуатации. Это уже, знаете, может быть даже не при нашей жизни. Ага, к комиссии, да, забежали мы немножечко, конечно, вперед, но если вернуться к заседанию комиссии, правильно ли я понимаю, что представители всех регионов, где экотехнопарки будут, проекты реализованы, то есть они все на заседании комиссии были, то есть все представители? Да, со всех регионов были представители, представители высказали свои замечания, пожелания. Вот мы говорили о вашем представителе, представители все были, да, и они присутствуют постоянно у нас. Перед этим мы с ними встречались, приезжали, когда все этого не было, кошмара, в котором мы сейчас живем, и дальше они будут присутствовать, потому что все вовлечены в этот проект. Вот это вот новая форма, да, опрос, когда обсуждали вообще на комиссии, возможно, предлагались ли еще какие-то формы сбора вот этого общественного мнения, потому что понятно, что при реализации такого крупного проекта, и на этапе, вот как Кирилл Владиславович говорил, когда уже все переходит в более глубокую такую техническую часть, понятно, что собираться где-то там в одном месте всей толпой, наверное, не очень целесообразно, не очень полезно, и какой-то с этого выхлоп будет. А еще, кроме опросов, как-то возможно собираться? Возможно, на базе вот тех же самых университетов, где-то какие-то конференции или еще что-то? Мне кажется, что... Вот смотрите, вот федеральный оператор открывает свои информационные центры. Да, Кирилл Владиславович, я правильно понимаю, вот информационные центры в тех регионах, где реализуется проект, в этих информационных центрах это постоянно действующие такие центры, в которых можно, собственно говоря, собираться, обсуждать, если получаем мы там вопросы или вообще какая-нибудь ситуация, когда надо, то это постоянно действующие предприятия, не предприятия, а такие организации, которые будут сопровождать этот проект во всех регионах. Ага. Кирилл Владиславович, чуть-чуть поподробнее. Это у нас он в Мирном или это что-то другое? Это в Мирном. Это в Мирном общественное приемное-информационный центр прямо рядом со стадионом напротив футбольного поля вход. Там есть материалы, можно ознакомиться, можно оставить отзыв, можно оставить вопрос, на который обязательно будет дан ответ, отправлен сюда, в Москву, в Центральный офис Федерального экологического оператора, и будет обратная связь в регион. Кроме того, у нас, Дарья, создан сейчас консорциум между вузами технической и химической направленности. Это ВИАДГУ для Кировской области. Центральным хребтом консорциума является российский химик и технологический университет имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Я имел честь заканчивать это высшее учебное заведение. Также, соответственно, Саратовский университет, Ижевский, Курганский. У нас связь со всеми научными центрами в этих регионах, она крепнет. Вузы начинают готовить специалистов под отрасль ОПВК, отходов первого-второго класса. Соответственно, нас ждет будущее с подготовленными специалистами именно по этой отрасли, которые будут изучать уже непосредственно на практике работу наших экотехнопарков, технологий, и будут готовы, скажем так, поднять флаг еще выше для будущих поколений. Поэтому работа ведется, мы открыты, можно заходить с вопросами через университеты и напрямую к нам. И плюс ко всему, это дает толчок создавать так называемые круглые столы, где докладчики предлагают что-то новое, что-то улучшенное. Все это рассматривается, и все это может быть реализовано в железе, в технологии, в практике. Мы к этому стремимся, мы хотим это все создать. Да, я, собственно, почему задала этот вопрос. Вот перед эфиром тоже смотрела в социальных сетях, что люди пишут по поводу самих общественных обсуждений. Есть некоторые у людей опасения, что общественные слушания заканчиваются, и, соответственно, все, дальше общественность будет задвинута, и дальше работы уже начнутся в каком-то там ключе узкоспециализированном. И вот эта общественная приемная, насколько я понимаю, то есть она не прекращает свою работу с прекращением общественных обсуждений? Нет, конечно, нет. Дарья, вы понимаете, у нас с началом строительства будет потребность, мы организовываем рабочие места, и вот эти общественные приемные, они будут теми первыми центрами, в которые могут обращаться люди в поисках работы, подходящие для их уровня образования, для их компетенций, и, в общем-то, это будут практически приемные отделы в кадрах. То есть люди через эти информационные центры смогут устроиться на работу вначале на период строительства, потом пусконаладки и, в конце концов, эксплуатации. И в течение эксплуатации, а я надеюсь, она будет долгой, общественные центры никуда не денутся. Да, спасибо большое за эти объяснения, я думаю, это очень важная информация для людей, чтобы послушать, чтобы понять, что действительно работа продолжается, и к мнению людей будут прислушиваться и сейчас, и потом, и когда будет строиться непосредственно все предприятие. Александр Константинович, ближайшее заседание комиссии, по какому вопросу уже намечено, что-то будете собираться, есть уже какие-то наметки? Ну, ближайшее заседание комиссии будет, наверное, в следующем или через месяц. Пока еще планируем, чтобы обсуждать, потому что комиссия состоит из трех рабочих групп. Это рабочая группа по обращению с отходами первого и второго класса, о чем мы сегодня говорили, опасности, да. Рабочая группа по обращению с радиоактивными отходами, и рабочая группа по обращению с ЭГФУ. Поэтому у комиссии, так скажем честно, достаточно много тем, которые надо обсуждать. Что ж, время наше на этом уже подходит, к сожалению, к концу. Кирилл Шелученко, начальник управления экологического инжиниринга федерального экологического оператора, был у нас в гостях. И Александр Никитин, председатель комиссии по экологии Общественного совета Росатома. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...